Сменилось руководство, а про детей забыли. В нашу редакцию по телефону 59 90 90 позвонил челнинец, который обеспокоен ситуацией вокруг хоккейного корта в 11 комплексе. По его словам, этой площадкой около торгового центра Камилы уже второй год никто не занимается. Теперь там, где раньше была ледяная гладь и звучал детский смех, лишь с угробы до тишина. Когда-то здесь на коньках катались взрослые и дети. Теперь же это место напоминает постапокалиптическую картину. Море снега, разруха, а трибуны и раздевалка заперты наглухо. Жители окрестных домов уверены, что раньше корт существовал под крылом магазина, который находится по соседству. Но после смены руководства торговой сети ситуация изменилась. Здесь чистили снег, работники Камилы чистили снег. Дети приходили, помогали тоже здесь. Здесь горы снега были за бортом корта. А сейчас, как видите, ничего нет. За непродолжительный срок хоккейный корт пришел в запустение. Ворота и ограждения местами сломаны. Поблизости – питейное заведение под открытым небом. Такая картина не радует учащихся 31-й школы, которые приходили сюда на уроки физкультуры. Когда я жила у бабушки, я всегда каталась. А когда я узнала, утренила, что тут не будет каток, у меня было плохое настроение. Мы бы хотели, чтобы тут был опять каток, и мы могли кататься, когда хотим. И веселиться. Я хочу, чтобы здесь каток открыли и чтобы после школы кататься. По мнению жителей окрестных домов, каток был идеальным дополнением 11-го комплекса. А где же детям-то играть? Здесь площадки-то больше нет. Это очень хорошо. Вон там площадка, да и здесь каток. А на Новый год многие выйдут, наверное, взрослые кататься на коньках. Каток в мэрии вон все ходим. Там народу много. Кто сейчас отвечает за состояние разрушенного корта, узнать сразу не удалось. Известно лишь, что на балансе города этот спортивный объект не числится. Так что заработает каток или нет, пока неизвестно. Александр Елисеев, Эльнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.